Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Политик и член правления от ИСТБ пара Эдгар Сьяновс у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот 9 июня заканчивается чрезвычайная ситуация. Ну, судя по всему, она продлеваться не будет. Будут приняты какие-то ограничения, которые останутся. Но какие-то итоги уже можно подвести. Вот на ваш взгляд, может быть, смотря со стороны, что правительству удалось, что не удалось. Потому что эпидемиологическая ситуация в футболе нормальная, по крайней мере, в сравнении с большинством стран мира и Европейского Союза. Вот что касается вот этой программы экономической помощи, ну, там есть разные мнения на сей счет. Вот как вы оцениваете это все? Нет, я думаю, что главная задача правительства справилась, и медики вместе с правительством справились, по-моему, очень хорошо. Значит, эпидемиологическая ситуация, как вы сами сказали, больше, чем там эти достижения, если так можно сказать, результат больше, чем просто хороший. И это радует в первую очередь. Да, очень. Насчет экономической программы, ну, знаете, здесь всегда будут дискуссии. Идеологически правительство руководит партией, значит, партия «Новая Вену Тиба», «Явна Вену Тиба». Эта партия очень консервативная насчет фискальной политики, как таковой. Да, мы помним. Очень. Очень. Мы помним господина Домровца. Нормально и логично, что и довольно консервативный подход к госзайму и так далее у этого правительства, который руководит, как я сказал минуту назад, представители хардкор нового единства, господин Каринч и господин Рейерс. Это логично. Конечно, люди и политики с другой точки зрения насчет экономической политики, больше такие, ну, если можно сказать, такие агрессивные полугоскапиталисты, да, что государство должно там, условно, очень много датировать всего, да, скажут, вот, например, господин Уэшлайс, да, помощник или советник министра экономики, да, говорят, что нет, нужно там, там, там… Еще массивные деньги потратить, да. Ну, я думаю, что правда где-то, где-то посередине, да. Займом, ну, нужно всегда быть осторожным, потому что когда-то это надо будет отдавать. И даже если не отдавать проценты, надо будет платить 100%, здесь нету никакого выхода, да. Я думаю, что нам то, что правительство немножко консервативно подходит, там и есть плюс, потому что нигде не сказано, что с ковидом все закончилось. Девятого, да, наверняка, это не очень, ну, как-то, Аркарта, я ставлю около, да. Да, чрезвычайная ситуация. Да, чрезвычайная ситуация будет отменена, но нигде не сказано, что не будет второй волны. Если все деньги потратим сейчас, что мы будем делать осенью-зимой, да. Здесь этот консерватизм, я считаю, да, в каком-то аспекте даже очень оправдан, да, потому что на нынешний момент мы не можем говорить насчет того, что ситуация критическая. Да, безработица растет, но растет минимально. Да, налоги падают, но падают минимально. На нынешнем этапе, да, то, что правительство... Могло быть намного хуже, да. Во-первых, а во-вторых, нигде не сказано, что не будет намного хуже, условно, в ноябре-декабре. И что тогда будем делать, если потратим все деньги, да. Вот именно, да. Так что здесь этот консерватизм абсолютно очень возможно, даже очень оправдан. Можно оправдать этот консерватизм в подходе. Так что я считаю, что правительство в целом, в целом справилось, ну, на такую хорошую четверку в пятибаловом, баловой системе. Да, вот если мы говорим, может быть, о таком интересном процессе внутри правительства, ну, может быть, этот кризис чуть-чуть затормозил этот конфликт. Я помню, когда вы были у нас в эфире несколько месяцев назад, вы сказали, что, ну, есть две условно-популистские партии, которые шли на выборы с таким явным популизмом. И это было ИКП, ну, то есть новая консервативная партия, ИКП, ЛВ. И вот между ними происходит конфликт. Ну, я так понимаю, что ничего за это время не поменялось, и конфликт продолжается, да? Конфликт продолжается, но я бы сказал, что ситуация все-таки стала лучше. Все-таки такого открытого противостояния, даже ненависти между членами правительства мы в нынешнем моменте или в течение последних двух-трех месяцев все-таки не наблюдаем. Так что я бы сказал, что это позитивно. Ну, как вы считаете, вот эти все последние, ну, скандалы, не скандалы, но вот эта вся информация, которая идет вокруг одного из видных деятелей новой консервативной партии, это может на что-то повлиять? Там, не знаю, на выборы в Вережескую Думу, как вам кажется? Нет, ну, всегда любая негативная информация насчет политиков влияет, очень возможно, на их результаты. Больше или меньше, это другой вопрос, но влияет. С одной стороны, да, мы наблюдаем, что вот есть какая-то информация, которая вот главную новость, которая, или если так, не новость, а главную тему, да, новой консервативной партии, ну, якобы бьет. Да, вот, значит, это борьба с коррупцией, а вот здесь может быть что-то неясное и так далее. С другой стороны, избиратель новой консервативной партии очень убежденный, да, избиратель. И я не думаю, что так сразу он... Отвернется. Да, отвернется. Я думаю, какое-то время, ну, новая консервативная партия, ее лидеры могут, могут там это все аргументировать для своего избирателя, как какую-то черную кампанию, да, и так далее, и так далее. Другой вопрос, не будут ли какие-то изменения, например, там, в списке, значит, кандидатов новой консервативной партии на выборы в Риге, ну, я не уверен. Есть сплетни в городе, что, может быть, у них будет смена кандидата на пост мэра, да, что господин Юрош все-таки останется в парламенте, да, он сейчас руководит и парламентская фракция, он руководит и юридической комиссией, да, это очень серьезные посты после изменений, которые случилось после, к сожалению, смерти госпожи в Стрите, да, очень возможно, сплетни такие есть, но такого официального, официальной информации пока мы не наблюдаем. Это тоже может повлиять на результаты, да, так что я думаю, что это, ну, какие-то последствия будут, конечно. Но не сказано, что какая-то катастрофа сразу, то, что есть критика, очень часто избиратели даже мотивируют. Наших бьют, значит, все. Да. Да, надо поддержать. Да, 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 да. Вот еще один интересный процесс у нас ожидается, это внеочередные выборы в Рижскую думу, и тут сразу две таких вот новости. Во-первых, впервые такой процесс происходит внеочередных выборов в Рижской думе, и, во-вторых, это все будет происходить 29 августа, это значит, основная подрубная кампания придется на лето. Да, да, ну, нечасто у нас так бывает, что… Очень редко. Очень редко, даже когда выборы, когда происходят в парламент в октябре, ну, да, что-то есть летом, но, в основном, на сентябрь идет горячая подрубная кампания. Сейчас, 7 июля, официально все начнется. Как вот, исходя из вашего политического опыта, какие будут вообще, вот, какая тактика изберут кандидаты, потому что голый популизм в условиях кризиса сейчас тоже уже не пройдет. Я оптимист, я большой оптимист, дай бог, дай бог. Все будут кричать, бесплатный проезд, всем по квартире, да? При кризисах всегда с популизмом можно какие-то голоса получить, это потому что есть часть людей, которые очень тяжело кризис переживают, да, и они очень часто падают какое-то искушение проголосовать за популистов, так что я бы не сказал. Так что все будет, да? Я думаю, что все будет. Будет обещать бесплатный проезд, да? Я думаю, что будет бесплатный проезд и так далее, да, и с одной стороны, и с другой стороны будет такая очень даже, может быть, консервативно-ответственная политика, да, вот, посмотрите, до куда довели нас представители САСКО, некоторые руководили Ригой 10 лет и так далее. Это будет такая нормальная политическая дискуссия. Нюансы будут из-за лета, конечно, но все-таки я думаю, что главная кампания будет, ну, 2-3 недели в августе, да. Это все-таки Рига, в Риге проводить кампании довольно легко, потому что все очень, ну, концентрация большая, да, так что я думаю, что у нас ожидает даже не жаркое лето, но просто такой политический жаркий август, да. Тем более, что еще не все страны откроются, так что особенно путешествовать, наверное, так активно люди не будут. И у нас выборы были летом, значит, референдум, когда господин Заттлерс распустил парламент, этот референдум был в конце июля, потом неочередные выборы в парламент были 17-го, если не ошибаюсь, сентября. Так что этот период, ну, нельзя сказать, что никогда, он все-таки был 9 лет назад, так что какой-то опыт у партии есть. Да, это немножко по, я бы не сказал, посложнее, просто, ну, как-то по-другому нужно работать, но ничего особенного не изменится, да. Будут и популисты, и все другие, да, все будут кричать, как вот сейчас все начнется заново, или, не дай бог, что-то начнется заново. Сасканья будет кричать, что все, надо было бы продолжать, и вот придут эти партии, все разломают, все закроют, все перекроют, да. И, ну, это мы будем наблюдать. Что я, в чем я уверен, что, ну, звук будет очень-очень высокий. Высокий, да, громкий. Да, громкий. Ну, вот по поводу звука, ну, и понятно, что уже предвыборная кампания такая тихая началась, ну, и звучат разные страшилки для избирателей, но вот последний слух вы тоже, наверное, слышали, что вот сейчас придут новые, условно говоря, новые, и все приватизируют. Там, Ригас Намапауни сприватизируют, я не знаю, что еще, Ригас Мэджик приватизируют, все отдадут на продажу. Да. Я понимаю, что господин Ушаков, который главный, главный идеолог этой новости, конечно, наверное, с такой, как по-русски правильно сказать, завистью смотрит, да, то, что ему не удалось, да, потому что если мы смотрим на периоды господина Ушакова, тогда вот он сприватизацией занимался. Вот мы помним, целью парвал, да, это была, пошел, да, и, значит, структура самоправления, да, приватизация и так далее. Я могу успокоить господина Ушакова, в первую очередь, да, и всех, всех слушателей, ничего такого насчет приватизации, ну, в программе партия от Истеба пар не планируется. То, что, значит, во время еще руководства господина Бурова были заказаны, да, значит, ну, в проверке, если так можно сказать, независимых аудиторов, и те сказали, что, к сожалению, некоторые функции, которые, вот, значит, организации и самоправления делают, да, эти функции, этот факт негативно влияет на рынок, да, и там что-то нужно смотреть, это другой вопрос, это такой, я бы сказал, ювелирный или хирургический процесс, да, но в целом и Рига Стамопарвалднекс, да, и Рига Суденс, и Рига Силтумс, и все эти очень важные организации для рижан, для рижского самоправления, останутся, и Рига Смежи останутся, останутся, как... Видение и самоправления, да? Конечно, однозначно, это, это... Другой вопрос, нужно ли Рига Суденс идти в бизнес питьевой воды, да, и... И водичку разливать, да? Ну, как мы знаем, Акварига, да, этот жутко, жутко неэффективный и проваленный, ну, проект, который провалился господин Ушакова. Как будто у нас нет минеральной воды в магазинах, да. Огромный, огромный минус и так далее, да. Вот такие функции точно не будем, не будет новая власть, если она поменяется в Риге, с этим не будет заниматься. Это другое, но если говорить насчет основных функций, там ничего не поменяется, никакая приватизация не планируется. Ну, видимо, как-то приоритеты будут оставлены иначе, потому что вот выяснилось потом, что дороги, особенно мосты, в таком состоянии, что нужно срочно вообще их приводить в порядок. Ну, даже чего приватизировать почти не осталось, да. Нет, ну, без шуток, но это уже… Даже если захочешь, не скажу. Да, там уже все. Не, ну, реально развалилось, да. Это, конечно, шутка, но это факт, да. То, что другие будут приоритеты, это факт. И дороги, мосты – это самые большие приоритеты на первый год-два, потому что мы видим, какая ситуация. В Межу Паркс вообще невозможно нормально доехать и не будет возможно доехать. Еще года два, потому что там только сейчас заканчивается проект, да, и тогда еще стройка и так далее. Да, Глава Тилц, мы видим что-то все с этим основным. Да, Брасос Тилц, я говорю, там вообще стоит. И Земетану там тоже есть что делать. Так что, также Салу Тилц, извиняюсь, не Салу Тилц, а Ваншу Тилц. Ваншу Тилц, там тоже есть что посмотреть, что ремонтировать. Так что приоритеты очевидны. Все то, что господин Ушаков не делал, да, к сожалению, в эру пост Ушакова надо будет с этим заниматься как приоритетами. Потому что в дороги нужно вкладывать все время. Только тогда не приходит такая критическая ситуация, как сейчас с дорогами Риги. Да, что касается следующей думы, конечно, тяжело делать сейчас какие-либо прогнозы, но отдельные политологи предупреждают, что дума будет весьма раздроблена, ну как и Сейм, и сформировать коалицию будет не так-то легко. Ну, я думаю, что нет. Сформировать коалицию будет достаточно легко. Почему? Потому что коалиция будет формироваться по главному принципу, нужно бывшему руководству остаться в оппозиции. Да, этот нарратив в тех партиях, которые все время за последние 10 лет были в оппозиции, очень большой. Да, и это будет сближать. Другой вопрос, как эта коалиция будет работать, насколько эффективна она будет, особенно в первый период. Это другой вопрос. Это не так легко ответить, и там, конечно, есть объективные минусы. Да, потому что идеологически есть какие-то разногласия и так далее. Но как избиратель пошитает и голоса отдаст, ну, отдаст, да, так и будем работать. С одной стороны, можно сказать, что в правительстве проблемы, но с другой стороны, такой хаос, как в Рижской думе был последние два года при правлении условно одного блока, которому не надо было коалицию создавать, все эти внутренние ссоры, да, весь этот черный пиар. Одни уходили, другие приходили, да, и там не было коалиции, да, там, условно, один блок великой, великой, великой Саскани, да, согласия, и год с Калпатрикой работал. Мы знаем, чем это закончилось, да. Так что факт, одна, условно, партия или коалиция, это сам по себе факт, что ничего не значит. Конфликты могут быть и внутри организаций в какие-то моменты намного жестче и деструктивнее, чем, например, конфликт или разногласия внутри коалиции. Я думаю, это очень зависит от того, кто получит мандат из кандидатов. Да, не только партии, но и личности, которые там будут. И здесь, конечно, важно, чтобы эти личности больше были ориентированы на конкретную работу, а меньше на политику, потому что личская дума – это все-таки больше хозяйственная институция. Да, Эдгар Сьяуновс на студии, привемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Да, продолжаем работу прямого эфира. Эдгар Сьяуновс у нас в студии. Вот если мы говорим о таких больших реформах на таком государственном уровне, то есть две позиции. Как мы знаем, ну, может быть, те, кто находится в оппозиции, один-другой представитель самого правления критикует правительство и говорит о том, что ну как же так, у нас сейчас пандемия, а вы опять вернулись к этой административной территориальной реформе, а еще и хотите какую-то налоговую реформу провести, то сейчас, в принципе, не время, надо бороться с кризисом. Ну, я так понимаю, что в правительстве чуть-чуть иная позиция. Как вы вообще думаете, надо проводить эти реформы или, может быть, действительно подождать, пока все закончится с этим коронавирусом? Ну, я думаю, что это будет, я всегда за реформы и всегда считаю, что реформы в первую очередь, и я, в принципе, за перемены. Я считаю, что только если вот там ищем, как лучше сделать, можно действительно из чего-то достичь. Но нынешний период действительно такой, что я бы повременил. Нам нужно закончить те реформы на государственном уровне, которые сейчас уже на финальной стадии, значит, административная реформа. Это очень важно, это, в принципе, самый главный факт, да. Не факт, а самая главная такая цель, да. И большая, если так можно сказать, реформа будет следующий бюджет. Потому что если у нас ВВП падает, это что значит? Доходы бюджета падают, да. Вот именно. Если доходы падают, это уже реформа. Да. И так что я думаю, что в первую очередь сейчас нужно вот на счет этих всех последствий кризиса COVID-19 думать и какие-то планы вырабатывать, смотреть, что будет в осени и так далее. Да, сейчас любит такие сотрясения, по-моему. А реформа-то всегда какие-то сотрясения, да. Это всегда, это в нынешнем моменте может и помешать такому вот такому. Какие-то изменения, видимо, в налогах тоже придется делать. Потому что вот когда дошли мы до этого Дикс Тавэс Пабблс, вот эти вот послые по простою, то оказалось, что у многих налоги работодатели вообще не платят или плачут частично. И вообще суммы получаются символические, да. Я буду очень непопулярно звучать то, что я скажу. Но этот кризис, эти два месяца показали, не только, я еще раз хочу сказать, всем случателям. Я не говорю, что сто процентов. Но самое большое потрясение этот кризис дал, значит, экономикой, теневой экономике. В первую очередь пострадали те сектора, которые, к сожалению, с одной или даже с обеими ногами в теневом секторе. Это факт. То есть платили или налоги очень мало, или вообще не платили? Вот именно, вот именно. Это главный фактор этого кризиса до этого момента. Я не говорю, что сто процентов. Нет. Но в первую очередь пострадал этот сектор. И в принципе тут надо какие-то будут решения принимать, да? Да. Ну и не только правительству, и секторам, и бизнесу нужно понимать, ну как будем жить дальше. Вот может прийти кризис, когда действительно эта помощь государству нужна. И тогда, конечно, у государства всегда вопрос. Вот в том же секторе, да, такой же объем, да, тот же город, почти тот же район, да, работал и платил условно там четыре раза больше общую сумму налогов в год. И вот коллега рядом четыре раза меньше. Это, кстати, нарушает и режим конкуренции, потому что если две фирмы работают, один платит все, все налоги, другую половину. Понятно, кто выигрывает конкуренцию в борьбе? Вот именно. И ясно, кто проигрывает, государство и рабочие в первую очередь. И это ведь потом будет для них двойной удар, потому что когда дойдет дело до выхода на пенсию, какую пенсию в результате они получат, они опять ставят малым мужчиной. И просто будем честны, в 2019-2020 годах в Риге получать конверт – это выбор тоже человека. Это уже не та ситуация, что нет выбора, я был условно, у меня не было другого выхода, как идти и работать. Нет, это и выбор того, кто соглашает. Потому что до кризиса, наоборот, предприниматели бегали за каждым работником и уговорили на них поработать. И здесь, конечно, нужно и бизнесу, и государству, и рабочему, условно… Наемному работнику. Наемному работнику просто так честно при себе подумать, как я хочу жить дальше. И всем нужно где-то найти, и государству что-то поменять, да, но и нужно понять, что это здесь, ну, каждому из игроков нужно и на себя посмотреть. Да, ну и, видимо, нужна будет, ну это больше к Министерству экономики, нужна будет какая-то программа вообще и поддержки малого и среднего бизнеса. Ну, я имею в виду тех, кто работает, тех, кто реально что-то производит, чтобы они тоже каким-то образом смогли решить какие-то проблемы с оборотными средствами и так далее. Да, чтобы экспорт не остановился и так далее. Конечно, и там программы «Алтума», по-моему, довольно действительно такие, даже умные, да. Главное, что там быстрота принятия решений была, да. Ну, может быть, и сейчас коалиция более… То, что отложили налоги, это очень эффективно, особенно для бизнеса, да. То, что, да, конечно, всегда приятнее было бы не платить вообще, да, но то, что на три года можно отложить налоги, уплату налогов, это существенно. Ну, и, конечно, возможно, сейчас коалиция будет, ну, более, скажем так, с пониманием относиться к необходимости вкладывать средства в систему здравоохранения и зарплаты медиков, не только в кризисе, да. В первую очередь, это не только там больницы, какой-то там инвентарь больницы и так далее, но это, во-первых, люди, значит, это в первую очередь даже не образование, но в первую очередь зарплаты, да. Да, если это мы не поймем, если государство не поймет, что это не приоритет той партии, которая занимается этой отраслью, но приоритет всего правительства, тогда, к сожалению, мы ничего не научились и, не дай бог, еще один кризис. Да, ну вот кризис больно ударил, мы знаем, по многим отраслям, ударил и по сфере, которая близко вам, я имею в виду по спорту, меня радиослушатели не поймут, если я не спрошу, какие вообще есть прогнозы, мнения, когда может возобновиться чемпионат по баскетболу, что вообще будет происходить, удастся ли выйти на этот балтийский уровень, ну, или на международный. Я думаю, что, ну, скажем так, ну, баскетбольный сезон начинается в конец сентября, начало октября. Да, то есть время, в принципе, есть. Время есть. Что самое болезненное, мы не понимаем, будет ли вторая волна, и никто не может дать там никакого объяснения. Да, чтобы не было так, что только чемпионат начнется и сразу надо будет прекращать. Во-первых, и мы сейчас, вот, профессиональные клубы набираем игроков, начинаем платить зарплаты, например, там, июля-август. Уже? Ну, сейчас июля-августе, через два месяца. Должны заключать договора и начинают платить. И мы не знаем, а если в октябре опять или в ноябре, там, вторая волна. Да, и вот эта неопределенность очень, очень, как сказать, опасная и такая. Это ведь касается и к легионерам тоже, они ведь должны приехать. Однозначно, однозначно. То, что мы понимаем четко, что зрителей в таком большом объеме до вакцины, ну, не будет. Дай Бог, там, 200-500, это максимум. Максимум. Да, это раз. То, что это мы понимаем, и если будут и международные соревнования, тогда без зрителей. Это будет в этом аспекте уникальный сезон, если он вообще такой будет, да. Вот, да, абсолютно, как сейчас мы видим Бундеслигу, да, играют футболисты. Какая-то картина сюрреалистическая, вообще пустая. Как проверочный матч перед чемпионатом в Турции, да, условно, да, вот там перед… Никого вообще, пустые триумы. Никого нету там, да, да. Но это ведь какие убытки, это же миллионы. Ну, да, но телевидение есть, какая-то компенсация есть. Убытки еще больше, если вообще не играют. Да. Так что так. И нужно понять, для профессионального спортсмена такая пауза может быть и смертельна для карьеры. Это нужно понять. Это не то, что, ой, сейчас не играем, сейчас деньги не получаем, ничего, через год соберем. Нет, нет, нет. Для профессионального спортсмена такие паузы – это на уровне… Это для баскетбола тоже, да, актуально? Любого, да. Особенно для таких молодых игроков, там, 20-22 года. У них вообще нет такого опыта большого, да. Такого опыта самому с собой работать, да, с физической этой формой и так далее. Это очень опасно. Нет, ну, так что, главное, чтобы соревнования были, хоть без зрителей, будет показывать телевидение, будет окей. Да, ну, а что касается привлечения спонсоров, это вообще сейчас реально в этих условиях, там, какие-то скидки спонсорам, что-то вообще предусмотрено, так, чтобы хотя бы в профессиональный спорт пришли, вот, финансы, без этого как? Ну, я скажу так, мы ничего насчет этого еще не понимаем. Почему? Потому что сейчас только начинается, начинается какая-то работа с спонсорами, не только с новыми спонсорами, но и теми, которые были. Да, мы ничего, никто в спортивной сфере в Латвии, не только в Латвии, просто не понимает. То, что будет меньше контракта, это ясно, вопрос, насколько меньше. Да, и, ну, что важно, я надеюсь, что будут и меньше расходы, что зарплаты у тех же игроков, которые год назад, там, зарабатывали, условно, там, 100 тысяч, да, сейчас очень возможно из-за того, что спрос упал, и не только в Латвии, но в целом. Жить скромнее, да? Да, да, да. Что очень возможно эти цены будут, там, на 30-40% меньше, не знаю, там, 60 тысяч в год, да. Это очень, это очень возможно. В этом аспекте, может быть, за, ну, условно, на 40% меньше бюджет, можно будет сделать такую же команду, как в прошлом году. Конечно, есть фиксированные расходы, да, которые там особенно не могут никуда упасть, там, расходы, там, авиарасходы, гостиничные расходы, они могут только, между прочим, и подняться, потому что там, из-за того, что уменьшится конкуренция, там, какие-то банкроты или так далее, я думаю, что авиасообщение нам даже может быть дороже, чем было в прошлом году, да, потому что такая конкуренция на этом сетке рынка уже нет. Так что, так что так, но то, что деньги будут меньше, это, я думаю, уже всем понятно. Может быть, такой последний вопрос, все-таки ваши ощущения, ну, понятно, что до выборов все им еще время есть, это в 22-м году, но мы видим, что уже партии тоже пытаются каким-то образом профилироваться на те иные вот темы, но вот КПВ ЛВ держится вообще на Олимпе, потому что, ну, Гобзем заявил, как мы знаем, что он осенью вообще подумывает о создании своей партии, видимо, на той же платформе, что КПВ ЛВ, в таком популистическом ключе, да, еще, может быть, какая-то новая партия появится, непонятно, что будет делать господин Кайминч, там, не знаю, присоединиться к ЕКП, или еще что-то будет пытаться делать. Там, я думаю, главный вопрос, возьмет ли ЕКП его к себе, то, что он бы хотел там присоединиться, я думаю, там уже сомнений нету никому. Да, хотят ли они получить такого интересного? Весь его организм это показывает, да, что он бы хотел бы сразу. Но насчет КПВ, да, я думаю, что в этом электорате будет очень жесткая конкуренция, и на нынешний момент похоже, что, я думаю, что партия КПВ распадется на какие-то части. Часть будет с Гобзомом, я считаю, часть будет, очень, возможно, с Венутой бы, там есть пару политиков, которые, по-моему, по своей фактуре очень готовы. Венутой вообще принимает всех таких политиков, распавшихся с их партией. Точно. Партия Заттлерса, да, распалась, полный банкрот, а для Венутой бы было даже вот такое поколение новых политиков, да. Новые пришли, да, точно. Да, так что я думаю, что Венутой бы подошла к следующему моменту, да, мы выйдем. Еще одни готовы, да, к следующему. Да, да, так что там пару, я вижу, которые там абсолютно не мешали этой картинке, да, политиков Венутой бы, да. Часть, часть, очень возможно, и может, могут, я не знаю, там, лица ту же ЗЗС, да, значит, Союз Зеленых. Кстати говоря, да. Я думаю, что да. Им тоже новые политики не помешают. Ой, да, и то, что там, это то, что там в КПВ политику приходило с жесткой критикой, значит, олигархов и партии. Венберг, да. Это объединение Зеленых крестьян. Это не помешает кому-то из этих политиков спустя пару лет, да, сказать, все, да, я буду идти с олигархами бороться изнутри этого объединения, да. Так что это очень возможно. Могут ли они выжить как сила, как организация? Ну, на нынешнем этапе ничего, ну, ничто не показывает этого. С другой стороны, я думаю, что четыре года назад, посередине, значит, периода между выборами, кто-то и так думал насчет партии Латвии. Соответственно, ну, эти уже все, да, там, ну, что там, Яун, Обспутце, ну, там, Эйнар Срепшик где-то, ну, там ничего, да, конечно, да, ну, исходя из этого опыта, да, я говорю, на нынешнем моменте, вот, похоже, что ничего не будет, но, но, иногда многое не нужно, там нужно появиться одному человеку, который как-то сплачивает, да, правильно, правильно видит, видит дорогу, идет к цели, и какой-то результат может быть. Мы живем во времени, где очень легко коммуницировать социальные сети, да, каждый человек может быть милее. Личность играет большое значение, да. Так что… Ну, и консолидация, ведь вы упомянули, Латвия с Атой Стрибой, но ведь удачная была и консолидация проведена, а Кусь Стрибой, сейчас вот прогрессивные, то есть фактически идет не дробление, как партии у нас любят делиться почкованием, а консолидация, и тогда… А может быть там будет этап консолидации всех популистов Латвии, великая консолидация, да. А слушайте, вот это было бы интересно. А я думал, вы спросите, а кто же тогда останется вне этого? Нет, а я бы сказал другому, как они вообще смогут друг с другом рядом находиться? Ой, предвыборное время сплочает, сплочает, да. Потом, мы знаем, да. Да, мы даже это смотрим каждый день, там Гобзом с каменчем выходит на трибуну Сейма, а кто кричит, я что-то там, ты недосчитаешь зубов. И еще два года назад, еще два года назад, это был, как кулак был, да, вот. Да, они вдвоем всюду ходили. И да, и прошло только, не знаю, 24 месяца, и мы выйдем. Это политики, к сожалению, сейчас уже без шуток, к сожалению, это бывает, и поэтому избиратель должен очень ответственно. Насмотреть на то, что выбирает, да, какой из этих листов в кабине перед выборами берет. Потому что, знаете, я вот иногда привожу такое сравнение с зубным врачом. В политике мы вот хотим все время новых политиков. Я говорю, а вы когда без зубного, мои тети, вы же не заходите в там, условно, ну, это, в кабинет, не говорите? Мне, пожалуйста, того, кто еще ни одного зуба не делал. Вот того, пожалуйста, ко мне, и вот он, чтобы мне там… Это к хирургу тоже относится, да, да, да. Мы же, наоборот, мы хотим того, который, может быть, уже 10 ошибок сделал. Точно. А насчет политиков, как-то наоборот, да. Это очень точно, это я всегда тоже людям говорю, многие, которые кричали сначала, «Вы посмотрите, СЕИМ обновился там на 60%, там, не знаю, на СЕИМ». Упроси Бог. Я говорю, слушайте, а вообще вы понимаете, что дело-то серьезное? Если количество тех, кто вообще никогда этим не занимался, еще пришли в парламент учиться, вот они будут принимать решение, потом все же за голову схватятся. То есть все равно должно быть какое-то количество людей, которые хотя бы могут показать какую-то дорогу. Такой, 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 какой-то золотой средний путь должен быть. А не так, что мы всех обновим, и начнется эксперимент. Так что насчет зубного врача это хорошо, да. Политика то же самое, потому что решения могут иногда быть более болезненные даже, чем зуб в итоге. Конечно, конечно. Энгар Яновс у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.